МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Итоги года. Красноармейский район отчитался о результатах за 2018-й. На полку с пометкой в Чувашии магазины переходят на новые правила продажи молочной продукции. В одно касание. С помощью единой карты учащегося теперь можно оплачивать секции и кружки. Сократить долги, обеспечить рост доходов, создать условия для инвесторов. Такие задачи сегодня поставил глава Республики перед управленческой командой Красноармейского района. Сегодня в муниципалитете подвели итоги работы за прошлый год и обозначили задачи на перспективу. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Ими гордится район. На центральной улице села Красноармейское появилась вот такая аллея славы, как было когда-то в советские времена. На портретах передовики труда. Машинисты-экскаватора Валерия Степанова, что на фото, сегодня пригласили на подведение итогов, чтобы вручить благодарность и памятные часы от главы региона. Жители муниципалитета, отметил Михаил Игнатьев, рассчитывают на результативную работу местных властей. Четкие ориентиры прописаны в национальных проектах. Мы уверенно вошли в 2019 год и достойно его завершим. Инвестиционные расходы у нас не снижаются. Строительство объектов образования, здравоохранения в этом году будут на 35% больше. С плюсом к факту 2018 года безвозмездные поступления у нас составляют почти 23 миллиарда 400 миллионов рублей. По итогам прошлого года в бюджет района поступило более 300 миллионов рублей. Немалые суммы направят на реализацию 17 муниципальных программ. В приоритете развитие образования, медицины и капитальный ремонт дорог. Другая задача для местных властей – сокращение долгов за услуги ЖКХ. На место такие долги, которые не вернут, нет этих организаций. Население должно соблюдать финансовую и исполнительскую дисциплину. Кто-то платит своевременно, в час в час, иначе в сфере ЖКХ начнутся проблемы. Конкретно каждый должен работать, кто по компетенции обязан это делать. Если они бездействуют, то можно увязать по интересам, по мероприятиям национального плана противодействия коррупции. Более трех миллионов рублей в муниципалитете направят на ремонт дворов. В прошлом году в районном центре благоустроили парк. Правительстве республики готовы поддержать и другие инициативы жителей. На конкурсный отбор от красноармейцев поступило 16 проектов. Местные власти реализуют и программу энергоэффективности. Начали замены уличных ламп. Проведена замена ламп уличного освещения в населенных пунктах на энергоизборигающей количестве 3233. Бюджетная эффективность от проведенных мероприятий в 2018 году составила 3 миллиона 640 тысяч рублей. Еще одна обсуждаемая на отчетных собраниях тема – демография. Главный врач больницы говорит, что жители муниципалитета стали больше следить за своим здоровьем. Естественно, уболь населения несколько снизилась, составила 7 на 1000 населения. Среди причин смертности оставленных, как и везде, у нас, конечно, идет заболевание системы кровообращения. На втором месте органы нервной системы. Глава республики отметил, что впереди много работы. Красноармейский район должен становиться все более привлекательным для инвесторов. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков, Республика. Сегодня такое же совещание прошло и в Маргаушском районе. Подробности в наших информационных выпусках. И к другим новостям. Заболеваемость гриппом в Чувашии растет, но при этом остается ниже порогового уровня. Эпидемиологическую обстановку обсудили на совещании главы Чувашии и правительства республики. По данным Минздрава, Чуваший рост заболеваемости ОРВА и гриппом отмечается не только в республике, но и на всей территории России. И это характерное для данного времени года явление. В Чувашии за предыдущую неделю показатель вырос на 37%. Причем большинство заболевших дети. Это вынудило власти ввести локальные карантины в учебных заведениях. В связи с высокой заболеваемостью ОРВА по состоянию на 1 февраля 2019 года приостановлен учебно-воспитательный процесс. В 20 классах 12 школ не учатся 513. Это в основном город Чебоксары 5 школ, Новочебоксарская школа и город Шумерли 4 класса. В начале текущего эпидезона лабораторно обследовано отчисленным больным с ОРВА возбудителем заболевания, определенные у 390. Из них 13 случаев вирус группы H1N1 2009, в 48 случаях H3N2. В остальных случаях определены возбудители ОРВА. Для оказания медицинской помощи заболевшим гриппом и ОРВА подготовлены коечный фонд специальной аппаратуры для скрининга и лечения осложненных форм. Есть запас противовирусных и антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Я бы рекомендовала все-таки образовательным учреждениям запретить проведение массовых мероприятий при дальнейшем росте ОРВА и гриппа, отменить кабинетную систему обучения. Вакцинация по-прежнему остается единственным надежным средством профилактики гриппа. В этом сезоне прививочная кампания охватила почти 540 тысяч человек. По данным министра здравоохранения создана хорошая иммунная прослойка, что позволяет удерживать эпидситуацию под контролем. В Чебоксарах продолжают избавляться от пробок. Семь самых загруженных дорог столицы повысили свою пропускную способность на 10-20%. Это результат внедрения в столице автоматизированной системы управления дорожным движением. В центре наблюдения побывала наша съемочная группа. Автоматизированная система управления дорожным движением в Чебоксарах работает с 2014 года. Суть ее в том, что диспетчеры центра ежедневно наблюдают за движением транспорта в городе и в местах появления пробок вручную управляют работой светофоров. Светофоров в столице всего 60. Кроме того, сотрудники центра на основе практических наблюдений выносят предложения по переразметке улиц столицы. Первыми результаты их работы заметили жители Московского проспекта. В районе бывшего магазина столицы появился левый поворот. Переразмечены были Эгерский бульвар и улица Гагарина. Данную работу мы начали еще с 2017 года. В рамках предложений, которые были подготовлены нашими специалистами, были проведены мероприятия по обустройству выделенной полосы на улице Гагарина. Была перенесена остановка на улице Афанасьева. В 2018 году мы работу данную продолжили и провели мероприятие по изменению организации дорожного движения. То есть провели переразметку на шести участках дороги вручную Баксару. Благодаря работе центра повысилась скорость движения личного и общественного транспорта в центре города и пропускная способность основных дорожных участков столицы. В 2019 году на улице Калинина и на Московском проспекте появится выделенная полоса для общественного транспорта. Это поможет снизить и аварийность на дорогах. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова на сайте платных парковок. Другое нововведение – принцип постоплаты. Это возможность автовладельцам оплатить плату за размещение на муниципальных платных парковках в течение суток. То есть до конца текущего дня. Что это дает? Это дает возможность избежать административных штрафов, если по той или иной причине автолюбитель не смог оплатить в течение нахождения своего автомобиля на платной парковке сессию парковочную. Сейчас на портале «Открытый город» проходит новое голосование по платным парковкам. Вопросы касаются оптимизации использования абонементов. Ответить на них можно до 15 февраля. В июле в России вступают в силу новые правила продажи молочной продукции. Это поможет покупателям определить, где молоко, а где молокосодержащий продукт, заменителем молочного жира, даже не читая мелкий шрифт на упаковке. В Чувашии ряд магазинов уже тестируют законодательные новеллы. Но вопросов еще много разобраться попробовала Ольга Пырочкина. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Или, переформулирую, согласно новым правилам, пальмы отдельно, коровы отдельно. Суть нововведений в том, что продукция, которая содержит растительные жиры, не должна будет продаваться на одной полке с молочной. В одном из магазинов по улице Матозалка в Чебоксарах у стенда с молочной продукцией сегодня аншлаг. Здесь собрались представители торговых сетей, чтобы посмотреть, как в данном магазине, раньше, чем того требует закон, перешли на новые правила. Рядом с товаром проверенных производителей надпись «Продукт без заменителя молочных жиров». Те предприятия, кто не использует в производстве растительные жиры, новыми требованиями довольны. Они смогут привлечь внимание покупателей, которые предпочитают натуральный продукт. Кто это позволит, получается, нашим потребителям быстро, оперативно найти качественный продукт на полках, а нам, как производителям, мы думаем, что увеличит объемы продаж. Однако не все так просто. Продавцы должны раскладывать товар согласно маркировке на упаковке. Те, кто используют заменители животных жиров, согласно изменениям в техрегламенте Таможенного союза, обязаны это указывать. Вот только кто будет нести ответственность, если данная информация не будет соответствовать действительности, пока непонятно. Так или иначе, до полного перехода на новые правила есть еще несколько месяцев. Покупатели нововведения одобряют. Очень удобно будет, я думаю, потому что с растительными жирами не все покупатели хотят. Привыкли же мы деревенское молоко пить. Как выбираете? Приходится мелкий шифт? Читаю в основном. И если я продукцию выбрала, я дома все изучила, посмотрела, в следующий раз беру вот именно то, что мне понравилось. Перейти на подобное разделение все магазины должны к 1 июля. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Все расходы с помощью одной карты в столичных школах поэтапно внедряют единую карту учащегося. К возможности оплаты горячего питания добавилась еще одна за услуги дополнительного образования. Подробности в нашем материале. Вот, пожалуйста, 29 января, вот мы как раз зашел в школу, вышел из школы, и вот мы сюда приходили на занятия. 14.24 зашли, 16.28 вышел из школы. Ребенок привожил карту, родитель получил уведомление на телефон. Так работает единая карта учащегося. Теперь и в центрах доп. образования. Дочка Алена Васильева ходит сюда на танцы. Мама признается, с дополнительным приложением оплачивать занятия стало удобнее. Да и дочка всегда под присмотром. Если ребенок у меня по каким-то причинам не ходит на занятия, то, соответственно, сумма не снимается. Или, например, если болеет ребенок, то тоже сумма не снимается. Я не должна со справками бегать. Это не нужно бухгалтерские вот эти вот все работы проводить и так далее. Ну, со счетами тоже я не бегаю, не высчитываю. А вот мы вот это пропустили, соответственно, я это не плачу. Все очень удобно. Это удобно и для столичного управления образования. Мы видим востребованные кружки, потому что система сама предполагает, в каких кружках больше занимаются детей, какие на сегодняшний день кружки востребованы. И что интересно на данный момент детям. И ежемесячно, так же, как и каждый день, ежемесячно мы можем проводить мониторинг свой посещаемости детей. В ближайших планах внедрить в единую карту учащегося оплату проезда в общественном транспорте. Это сделают весной этого года. Татьяна Леонтьева, Олесье Русакова, Андрей Спиридонов, Республика. У участников проекта «Школа блогерства и журналистики. Продвижение 21» началась практика. Увидеть изнутри, что такое телевидение, они смогли во время экскурсии по нашему телеканалу. Первым делом студенты отправились в студию, в которой мы снимаем такие передачи, как «По существу. Правительственная связь». И откуда в прямом эфире выходят наше утреннее шоу «Ирпулзан» и вечерние новости на русском и чувашском языках. Это называется суфлер. То есть, грубо говоря, если сюда подается текст, это обычный монитор, просто перевернутый, здесь текст перевернутый, здесь стоит зеркало, и он мне отражается. То есть я вижу текст. Будущие журналисты смогли задать вопросы уже работающим и даже поучаствовать в съемочном процессе. Правда, пока в качестве героев репортажа они дали первое в своей жизни интервью. На телевидении я никогда не была. Мне здесь все интересно. А может быть, я сюда и приду. У нас красивая картинка. Все, как и должно быть. Никто никогда не задумывается, как материал достается, какие материалы нужно. И вот именно сегодня, наверное, я узнала, как работает система изнутри. На мой взгляд, это очень интересно. Телевидение – это маленькая своя жизнь. Надеемся, внутренний мир телевидение не разочаровал. И среди сегодняшних студентов есть и будущие корреспонденты нашего канала. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Зимняя Спортландия. В столичных детских садах идет фестиваль снежных фигур. Вечный огонь, мать-покровительница, памятник Чапаеву, территории детского сада номер 51, превратилась в мини-копию «Чебоксар из снега». Ребята вместе с воспитателями и родителями смастерили самые узнаваемые здания. Вообще идея всей нашей композиции – это парк победы в миниатюре. У нас вот танк, самолет, гордость наша. Все создавалось несколько дней. Мы перекрашивали, подкрашивали. Все наши дети участвовали в этом. Все происходило с большим энтузиазмом. Это все делается для наших детей, для их развития, чтобы на прогулке им было весело, чтобы они общались, чтобы они знали нашу историю, чтобы они знали наши сказки. Помощь воспитателям, помощь нашему саду и нашему городу. Лопаты, лейки, краски и кисточки – в ход шли любые подручные средства. А если рядом не было стремянки, чтобы дотянуться до верхушки, приглашали пап высокого роста. «Хочу стать военным». «Почему?» «Потому что мне нравятся танки». «А этот танк откуда здесь взялся?» «Его построили мои родители». Виды столицы Чувашии – специальная номинация конкурса, но, конечно, не единственная. Дошколята лепили из снега сказочных персонажей, героев мультфильмов, домашних животных и птиц. «Раньше в городе было много уток». «Они нарисованы на гербе и появились и в нашем садике». В январе участники лепили фигуры, а с 1 по 5 февраля присылали фотографии на сайт конкурса. Чья фантазия в итоге оказалась лучше, узнаем на следующей неделе. Юлия Важенина, Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика. 20 лет в форме, спортивной. В Чебоксарах свой день рождения отметила региональная федерация фитнес-аэробики. Праздник по традиции прошел в спортзале. В центре развития маутинбайка за звание чемпионов сразились команды со всей республики и соседних регионов. Улыбка на лице, макияж, нарядный костюм. Спортплощадка для этих девушек давно уже превратилась в сцену. Силовые нагрузки в быстром ритме, синхронные прыжки, отжимания и махи ногой под музыку смотрятся очень эффектно. Наша команда называется лучики. Нам очень нравится фитнес-аэробика. Я лично хожу 4 года. Нам нравится выступать, получать медали и надеемся, что мы сегодня победим. Мы занимаемся фитнесом, степом и рок-н-роллом. Мы ездили на соревнования в Казань, ездили в Яшкар-Алу, занимали призовые места. А смотрели на своих соперников и учились у них. Смотрели, как нам лучше сделать, чтобы выиграть. Аэробика, степ-аэробика, хип-хоп. На чемпионате и первенстве Чувашии разыграли награды в 4 возрастных группах. Мы приехали из Комсомольского района Чувашской республики. Наша команда Dream Team. Мы очень дружные, веселые и очень спортивные ребята. Тренер нашей команды Долгова Мария Сергеевна. Она очень добрая, очень умная и очень спортивная девушка. В неделю мы занимаемся 5 раз по 2 часа. Сейчас мы готовимся на соревнования ПФО в Самаре. Мы надеемся, что мы там займем очень хорошее место и у нас будет очень хорошее достижение. В Чувашии 17 отделений фитнес-аэробики. Это 68 команд и почти 2000 спортсменов. С каждым годом желающих присоединиться к этому массовому и очень зрелищному виду спорта все больше. Родители приводят в зал даже трехлетних малышей. Фитнес-аэробика это, во-первых, праздник. Мы с успехом выступаем и за пределами республики. У нас есть яркий пример. Вот поездка в Голландию была. Мы будем в этом плане еще больше и больше совершенствоваться. Бессменный президент федерации Оксана Вербина. Видя результат в своих учениках, наверное, это самое главное у каждого тренера. Тренер должен воспитать чемпиона. Не просто чемпиона, а чемпиона страны. Это гордость на все времена. Федерация растет и развивается. Как и полагается, в юношеском возрасте здесь мечтают и строят планы на будущее. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.